Всем добрый вечер! С вами Мика Хигайстер, мастер, и сегодня у нас в гостях Юлия Мухаммадаминова, мастер продаж из Чехии. С Юлией мы вот так вот встречаемся впервые, просто до этого общались в текстовых сообщениях. Очень приятно тебя сегодня видеть, хочется узнать о тебе побольше, пообщаться, позадавать вопросы. Спасибо большое. И для меня было тоже удивление, что Юля сейчас не в Чехии, Юля сейчас в Узбекистане, да, в Ташкенте? Расскажи, пожалуйста, как так получилось? Ну, я, наверное, начну в общем даже о себе, потому что многие же меня не знают. Я вообще сама из Казахстана, город семей. Жила я также в Новосибирске, в Сибири, то есть у меня как бы две родины и Сибирь и Казахстан. В Чехию я переехала в 2006 году, то есть это уже 15 лет назад. И в Чехии я, ну, занималась разными, разными направлениями. До этого вообще я работала учителем, я по образованию учитель математики, математик и закончила физмат, университет в семье. И первое время в Чехии, конечно, было нелегко, были разные работы, это и более трудные, так скажем, да, как у многих приезжающих, там разные эти бутерброды, там что-то еще за ладом мы делали. Потом я нашла офис-менеджерскую работу, это уже было интересно, там мы продавать, делали оптовые поставки запчастей для компьютеров, это уже было мое как бы направление. И потом постепенно я перешла на IT-сферу, то есть пошла в крупную компанию, это компания IBM, многие знают ее. И до сих пор я работаю там, работаю администратор баз данных, и муж у меня IT-шник, я тоже IT-шник, и дети у нас изучают программирование, в общем, у нас такая IT-семья, можно сказать. И с сетевым маркетингом, конечно же, я вообще не имела дела никогда. Вот, и в первую очередь я услышала от мамы о компании Atomi. Мама услышала о том, что я начала пользоваться корейской косметикой, и спросила, ну, может быть, тебе будет интересно, попробуй. Позвонила как-то мне, я говорю, мам, ты же в Казахстане, какой смысл, я здесь куплю свежие деньги будут. Ну, попробуй, попробуй, ну, может тебе понравится, такая интересная, хорошая вот продукция. Ну, ладно, давай, на 8 марта она мне отправила дорожные наборчики вот эти. И, в общем-то, на этом все. Это было в прошлом году весной. На этом все закончилось, как бы. И потом буквально летом, в июле, я помню, она мне опять позвонила, говорит, доча, вроде бы как планируется в Германию Atomi прийти. И у меня сразу как щелчок такой в голове произошел, потому что я про Atomi уже почитала до этого, интересно, заманчиво, но как-то нереально казалось мне. Ну, не было смысла вкладывать усилия большие, потому что есть и так работа, есть дети, все как бы уже налажено. Вот. И в июле, я помню, я маме сразу сказала, так, давай мне телефон, с кем я могу поговорить подробно, конкретно. И она мне сразу дала телефон Фатимы Аминовой, нашего высостоящего спонсора. Фатима мне сразу на два дня дала задания, я все их выполнила, перевыполнила. Еще недельку мы общались плотно, и все, старт был положен, можно сказать, а вот в июле, значит, начались заказы продукции, пробования, изучения. Вот. Но вплотную я начала заниматься, скажем, осенью в прошлом году, когда я начала уже знакомым рассказывать, список составила, по списку я контактировала. В основном это было так, что я писала там подружкам, говорила, вот такая классная косметика, ты не представляешь, вообще мне так нравится. И давай вместе что-нибудь закажем, давай, вот, потому что одной как бы дороговато, да, в Европу заказывать. И так мы вместе пробовали, вместе я их регистрировала. У них сейчас уже такие структуры, они, тот, кто уже начинает смотреть, о, ничего себе, ты там так много наработала, как бы удивляется, да. Но я для себя тогда сразу решила, что или я вот как бы конкретно занимаюсь этим, или я этим не занимаюсь вообще, потому что смысла 50 на 50 вообще нет. Тратить время, чтобы потом жалеть, ну, нет смысла для меня. И поэтому как бы полностью я в это влилась. Семья у меня наблюдала, как я постепенно вот ухожу в Атоме. Все, у нас все больше дома появляются вещи, витамины, и для душа варежки, и, ну, в общем, все-все-все. Вот, в один день прекрасный, у меня муж посадил и сказал, давай, что там у тебя происходит вообще, ты где? Объясняй мне маркетинг-план. Вот, и два вечера я объясняла ему маркетинг-план. Он сказал так, ну, он тоже у него такой аналитический склад ума, тоже айтишник он. Он сказал так, ну, все прекрасно, давай, вкладываемся, идем на это. Я была очень рада этому, безумно рада, потому что поддержка семьи, поддержка мужа, это для женщины огромное значение имеет. Вот, сами понимаете. И, в общем-то, с января, вот с января этого года я уже вообще более плотно начала. Это именно у меня уже было поиск партнеров, потому что до января полгода у меня не было партнеров вообще. Это были просто знакомые, покупатели, ну, соседки какие-то, ну, не знаю. Инстаграм я начала вести, но ко мне так, ну, чтобы купить никто не приходил, потому что, наверное, я что-то не так делала. Вообще, вот мне вот сейчас 41 год, да, но я Инстаграм узнала только в августе прошлого года. Я вообще, ну, хоть и айтишник даже, ну, я не пользуюсь соцсетями, ни Фейсбук особо, ни Инстаграм. Вот, и ТикТок это вообще для меня, сейчас еще пока темный лес. И поэтому, как бы, я постепенно вливалась, но вот именно, что вот, да, я буду там, я решила сразу, но именно поиск партнеров, именно команда у меня с января, можно сказать, началось. И сразу это пошли разные страны. Вот у нас подключилась девушка из Латвии, из Турции, из Казахстана, из Узбекистана. Почему Узбекистан, кстати, спросила Ташкент. Дело в том, что у меня муж из Ташкента, и первые, кого я зарегистрировала, конечно, его сестренки это были. Вот, одна из них живет в Германии, одна живет здесь. Вот, и та, которая в Германии, кстати, она, скорее всего, тоже уже будет на мастер-продаж в ближайшее время выходить. Я надеюсь, у нее все получится. И так получилось, что уже где-то к марту у нас было уже 11 стран в списке наших партнеров. Сейчас это уже еще больше, потому что это еще и Индия прибавилось, и еще какие-то страны. Нужно посчитать. Меня Жанна просила посчитать, кстати, да, нужно посчитать. Вот. И, ну, вот так вот, да. В общем-то, очень плотно занимаемся, очень все. Я просто из-за того, что сама математика, у меня склонность такая, чтобы была симметрия, даже на столе, чтобы вещи лежали симметрично. Структуру я тоже строила. Я смотрела на веточки, я делала так, что здесь вот эта страна, здесь вот эта страна. Здесь знакомые знакомые, здесь родственники родственников. Так, поехали дальше. Здесь уже с этой стороны много, добавляем сюда эту страну. И для меня это как пазл, как такая игра такая, да, как бы игровой элемент есть такой. И вот в этих бинарных шагах тоже есть определенный игровой элемент. И я хочу посоветовать действительно, что это очень хорошо и полезно именно такое отношение иметь слегка, да, скажем. Потому что ты не закапываешься, мыслями в том, что почему не получается, почему так. Просто вот делаешь, 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 делаешь. Каждый день, каждый день, понемножку делаешь, делаешь. И в результате какой-то появляется отклик, появляется какой-то результат в этой работе. Вот. Юль, можно тоже вопросы? Почему в Чехию ты переехала? В Чехию? Вообще это очень смешная история, потому что я про Чехию, про заграницу вообще не думала никогда. Ко мне, я когда работала учителем информатики в школе, мне подошла девушка, она была учителя русского. И она говорит, слушай, я все время мечтаю уехать за границу. Помоги мне, у тебя интернет есть один во всей школе, у нас интернет был тогда. Я говорю, ну что тебе нужно, давай, ну про Чехию мне найди. Ну, она нашла. И по мере того, как я и начинала находить информацию, я думаю, ну правда, классная страна оказывается. Я даже не знала, что она вообще есть где-то там. Ну, мне неинтересно было это, реально. У меня все было устроено в Казахстане, нормально все устраивало. И она из-за того, что хотела сама переехать, она стала подбивать меня, давай вместе, давай вместе. Вот. И в итоге, ну, в итоге я как бы оказалась там, да? Вместе с ней, да? Да. Ну, у нас немножко дороги разошлись, но, видимо, судьба была. Судьба, точно. А муж, с мужем как познакомилась? С мужем мы познакомились в Братиславе. Это когда ты уже переехала в Чехию, да? Да, да. Мы оба поехали за визами, и почему-то он жил тоже в Чехии, я в Чехии, но следили с ней. Это все очень такое, как говорят, случайностей не бывает. Поэтому я верю, что все, что у нас происходит, все люди, которые встречаются, это не просто так. И, значит, все это почему-то было полезным. Сколько лет живешь уже в Европе? Пятнадцать. И я была в шоке, когда узнала, что у вас четверо детей. А, да, да, да. Вообще для Европы это много, да, считается, когда четверо? Как вообще? Не знаю, вот я бы сказала, что в Чехии там такой разброс, там или один, или ноль, или один, или прям вот четыре, там, пять даже бывает. То есть у них три, это вот бывают компании, в которых много таких мамочек, у них как бы три, это вообще абсолютно нормально. Три-четыре. А есть, в которых вообще или нет, или вот один, все, нам хватит. Ну, у каждого свой, наверное, подход, и разные причины бывают. Но я всегда хотела иметь большую семью. Да, это факт. Почему-то мне так хотелось, да. Я имею то, что я хотела. У тебя кто? Девочки, мальчики? Два мальчика, две девочки. О, идеально. Да. Самый младший четыре года будет, а пацаны посередине девять-одиннадцать, они такие вот тоже друг с другом, там, вега. Классно. И старший. Нашей тоже будет четыре года осенью, в октябре. Как справляешься с младшей? Успеваешь все? Не буду рассказывать. По-разному. У меня много помощников, поэтому... Да. Без семьи, конечно же, не обошлось бы никак вообще. Это заслуга, конечно, всех, кто у нас дома есть. Каждый помогает, сносит свой вклад. Как вы в структуре, да, тоже? В команде все... Ну, если бы не было так сложной командой, да, то было бы сложнее. А так, когда все что-то делают, то получается вот такой успешный бизнес. Ну, про команду, про команду я бы хотела добавить. Вообще, это интересный такой момент. Когда начинаешь создавать команду, появляются партнеры, которые хотят работать. Ты с ними работаешь, но почему-то не сразу появляется та отдача, которую бы хотелось. И вот в какой-то момент приходит такое выгорание, что ли, чуть разочарование, как бы так сказать. Но вот очень важно себя перебороть. Это так же, как в семье. Ты просто вот обязан это делать, потому что вот это у тебя есть. То есть ты не можешь сказать, что все, я все бросаю и не хочу это делать. Нет. Вот в команде точно так же. Оказывается, я это поняла, что действительно, как со своей семьей, как с детьми, нужно вот такой... Я не могу их бросить. Я им сама же говорю, вы от меня никуда не отделайтесь от меня, никуда не денетесь. Я вас не оставлю. Даже не вздумайте. Всех вас вытащу и заставлю всех стать мастер продаж, а потом и так далее. Но, конечно же, мы же люди, у нас у всех бывают и сомнения до сих пор, вот какие-то, а получится, не получится. И потом вообще надо мне это вот это всех тянуть. Да ну вас всех вот не хотите делать, все сяду. А на следующий день проснусь, думаю, ну что они там вообще? Что там сидят? И начинаю спрашивать, писать кому-то. Постоянно вот так, в общем. Да, то есть у разных лидеров разные методы работы с командой. То есть ты считаешь, что нужно вот так вот работать вплотную, да? Ну, я так считаю, что просто если взялся, то нужно ответственно к этому подходить. Да, потому что я бы могла всех бросить уже, например, месяца два назад, когда у меня такой был момент выгорания. Я сказала всем, вот подождите, я вот зумы каждый раз делаю, всех вас учу, все делаю, все вам говорю, а вы не делаете, все. Значит, мне нужен отдых. И потом я поняла, что я сама уже без них не могу. И как бы, а что же они будут делать, так как же они дальше смогут? Ну, давай, надо, все. И вот опять у меня пошло. Так что будем дальше продолжать работать. Я думаю, что так лучше. Вопрос от мира. И какое же задание дала Фатима, которое за два дня ты сделал? Первый день она мне сказала посмотреть все видео по Кхангиле. Это было после обеда, я до четырех утра смотрела. Но действительно, вот она сказала мне, я думаю, ну раз сказала, она же такой, ну, вообще вот, вышестоящий, да, уже в ранге. Все, я сделаю. Я все сделала, и сделала записи даже, пометки себе, я завела себе большую тетрадь сразу. И на следующий день она сказала, все, вот теперь читай все по маркетному плану. Вот тебе смотри, скриншот она мне дала со своего кабинета, как у нее складывается, как по нулям вот этот. Все, она говорит, тут ты математика, сразу все поймешь. Я действительно посмотрела, ага, мне цифры были сразу близки, понятны. Здесь вот это происходит, добавилось, обнулилось, пошло дальше. Ага, все ясно, принцип понятен. Теперь главное еще теории, да, немножко. И пошло, маркетинг план был у меня второй день. Все, за два дня я это проглотила все. И потом уже все, она мне сказала, теперь смотри, давай по продукции каждый день изучай. Вот корейский сайт, российский сайт и вперед. И все, через недельку где-то мы уже созвонились. Я сказала, мне нужно закрыть бинарный шаг срочно. Все, я хочу видеть, как это происходит. И вышестоящие мне тоже, как бы, помогали, вот какие-то продажи, покупки делали в мою одну ветку. И вторую ветку уже я начала делать заказы. Все, когда я видела бинарный шаг, я поняла, что, ну, все работает, все нормально, все, как говорят, значит, нигде нету никакого утечки информации или, скажем, обмана. И все, а что еще, больше нечего узнавать, уже надо работать, уже надо, и все. Некогда, просто у меня почему-то вот, начиная с сентября, внутри было какое-то ощущение, что у меня очень мало времени. Почему-то вот прям внутри какое-то подгоняло меня. Все, я опаздываю, я опаздываю, я опаздываю. И когда даже в декабре девочки пришли, какие-то в январе, я говорила, девочки, у меня в сентябре было ощущение, что я опаздываю. Вы что сидите? Давайте, делайте быстрее, быстрее всем пишите. Вы что, вы представляете, говорю, знакомые, ваших знакомых, кто-то к себе заберет. Да вообще нельзя допускать такую ситуацию. Давайте работать. Так что, почему-то так. Вообще, да, я тоже вижу, как разрослась компания за вот эти два с половиной года, когда мы зарегистрировались. То есть вначале было всего там меньше 20 стран. Вот появилась Россия, когда мы зарегистрировались, и потом начали появляться страны, страна за страной, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь, потом Global Sight открылся, там столько стран. И вот Европа. То есть на наших глазах вот этот вот рост происходит просто невероятный. И у меня тоже есть такое ощущение, что мы опаздываем, надо идти вперед. Интересно. Да, это очень интересно. Вообще, это так excited. На английском такое слово есть. Такое, в общем, предожидание чего-то большого. И не хочется терять момент, потому что у меня раньше, помню, кто-то сестра или кто-то приглашали, в Арифлейм, Фаберли. Ну, я пробовала продукцию, ну, так себе, да. Продукция не то, за что бы я боролась, скажем, не то, чтобы я кому-то предлагала, но себе могу взять. Но вот такого не было ощущения, что мне надо там быть. А как-то вот с Атоми у меня по-другому сложилось отношение сразу. Почему-то у меня было ощущение, что мне надо там быстро, вот прям быстро включиться. Вот какое-то сразу было такое ощущение. И по душе все было. Действительно, и команда. Я помню даже, когда только-только вот неделя у вас был квантовый скачок в июле в прошлом году. А мы поехали в Турцию отдыхать тогда. И тогда с Владимиром как раз я первый раз встречалась. И как еще произошло? У меня просто такой какой-то старт получился, звездный. Я только-только вот начала, и Фатима сразу мне говорит, все, давай я тебе организую встречу с Ломбриановым. Кто такой, что такое Ломбрианов? Я вообще не... Она мне раз зум сразу, моих девчонок, я говорю, да поддержите меня, кто там, девчонки, подружки. Пять человек у нас было. И я прям напрямую один на один с Антоном разговаривала. Я потом только узнала, кто это такой. Думаю, ничего себе, такой человек, значит. И это была неделя, как я была в Атоме практически, да. И через месяц, получается, я с Владимиром уже встречалась. Это тоже как бы звезда в нашей структуре. И я тоже еще до конца не осознавала еще как бы это. Но мне было очень интересно встретиться, потому что он тоже физмат, да, он тоже у него есть вот это. Я думаю, вот этот человек мне сможет объяснить на понятном языке то, что мне надо. Написала вопросы, как мне работать, с чего мне начать и так далее. И все записала. И он мне даже, у меня даже тетрадка есть, в которой он мне писал маркетинг-план, коротко. Я говорю, еще раз мне объясните. И у меня вот на память осталось от него здесь записано. И так вот получилось, что, в общем-то, как-то включились, да, быстренько. Уже, да, у меня похожие. Мне надо несколько раз, чтобы мне объяснили, чтобы понять, вот особенно маркетинг-план. А еще вот тоже, когда я закрыла, ну, когда мы закрыли бинарный шаг, я только тогда поняла, как все это считается. Да, вот это у нас похоже. Жанна пишет. Юля гиперответственный, очень заботливый наставник. Я могу сказать, у меня, наверное, вот эти мамашинские забавки на команду переносятся, потому что, ну, привычка заботиться, наверное. Вообще, я очень люблю помогать. Я, когда услышала, Пак Дон Чоль проводил Zoom, это наш Royal Master, если кто-то не знает, он очень простой и очень интересный человек. Он меня впечатлил, честно говоря. И он сказал, что здесь будут успешны те, кто любит помогать, кто любит дарить, кто любит вот радоваться, да, другим успехам, успехам других людей. И я сразу, как я его слышала, сказала, я, я, это я. Действительно, как будто он про меня говорил. Очень приятно было, конечно. Royal Master, Кимон Бьёмс, или... Не-не-не, я извиняюсь, это Crown Master. А, Crown Master. Пак Дон Чоль. Ну да, да, я согласна, что в Атоме мы помогаем, да, вот этой самой возможности, что можно так зарабатывать на рекомендациях без никаких вложений, еще и пользоваться классной продукцией. В общем, плюсов очень много. И когда, да, то есть сама компания занимается благотворительностью. И сейчас вот, например, империя мастера, они дают через Атоме огромные суммы разным организациям. То есть идет поддержка таких проектов благотворительных. Вот, компания этому учит нас. А, кстати, Владимир очень любит Чехию. Когда он туда приехал, он так и с вами вместе поехали туда впервые. И он все, ну, с такой любовью вспоминает про Прагу. Тебе вообще как там живется? Вообще, Прага. Ну, вообще мы жили, много лет мы жили в Брно. Брно — это город на юге. Южная Морала. И потом переехали в Прагу. И, ну, Прага мне очень нравится. Она столица вроде, но она такая уютная. Она такая вот как домашняя, скажем. Когда туда приезжаешь сразу, ощущение, что домой приехал. Там все так уютное. Никаких вот этих там помпезностей, да. Центр все вроде бы как по старинке, да. Вот эти здания. Ну, какая-то вот уютность там есть. Приятно себя чувствуешь. Там люди, в принципе, очень доброжелательные. У чехов вообще есть свои нюансы. Они бывают разными. Немножечко бывают и не очень приятными. Вот. Ленивыми бывают. Но, в общем-то, они как бы добродушны. Особенно в мелких городах. Они прям вот наших людей очень напоминают. Да. Ну, у них есть свои нюансы. Я об этом сейчас скажу еще тоже. Потому что я думаю, будет кому-то интересно, как работать именно в Европе. Да, потому что у нас тема такая сегодня. Вот. И как именно работать в Европе? Ну, я сама начала с продукции, конечно. Я представляла продукцию. И до сих пор больше всего у меня был упор на продукцию. Потому что, ну, как-то я не могла много рассказывать про маркетинг-план, потому что не был открыт филиал в Европе. И если бы я это начала говорить, у меня ощущение, что, как бы, ну, как сказать, не впустую, а вот подвожу людей, как бы, что ли. Потому что они сразу, если будут спрашивать, то я буду говорить, а это будет потом, это скоро откроется. Почему-то мне так не очень хотелось. Но есть люди, которым, конечно же, я рассказывала и маркетинг-план, и все-все-все. Вот. Но у европейцев вообще, у чехов в частности, есть такой момент, что они вот регистрироваться очень трудно им, потому что они не доверяют свои данные. Они, как сказать, ну, и у них очень сильно промыты мозги. Такой ГДПР у нас есть такая, как бы, легислатива на то, что не разглашать свои данные, следите, где вы подписываетесь. Это очень правильно. Но немножко перекос пошел в ту сторону, что люди вообще перестали доверять. И даже наши, которые наши, переехавшие, они точно так же уже это все, как бы, научились и поняли. И стали просто не-не-не. С одной стороны, правильно, да, я согласна. С другой стороны, ну, как бы, работать не так легко в этом плане было. Вот. Но я потом сделала так же, как и многие атамианцы, сделала анкету. Ну, и, в принципе, вот анкету заполняют тот, кто хочет регистрироваться, кто хочет получать продукцию со скидкой. В принципе, заполняют анкету, регистрируются. Вот. Но я брала минимум данных, потому что мне самой не хотелось быть ответственной за эту информацию. Да. Минимум. Имя, фамилия, дата рождения. Что там. Телефон даже не всегда. Я даже давала свой телефон при регистрации очень часто. Вейл тоже, в принципе, не личная такая информация. В общем, в Корее, когда мы жили, мы тоже столкнулись с этим, что люди очень переживают, куда они там свои данные записывают. Да. Но еще есть такой момент, что человек сам может зарегистрироваться, да? То есть зайти на официальный сайт. Есть такой, да, ну, немножко парочки я давала, сложновато было. Я оставила эту идею. Вообще, я вот с Инстаграма, с блогером начала работать. И одна девушка-блогер, она прям вот, очень многие чехи так делают. Они именно заполняют эту анкету по регистрации. А потом в конце я именно специально сделала на чешский язык перевод вот этих всех правил, которые membership guide, по-моему, или как вот эти правила, да, участника. И они именно прям вот открывали, каждый прям открывал, читал полностью подробно все эти условия. И она мне написала, что вот там вот этот момент, мне что-то не совсем понятен, а что там? Я говорю, ладно, уже оставьте, пока давайте вместе работать будем. И вот, и так далее. Ну, в общем-то, как-то приспосабливаемся. Что поделаешь. Спрашивает образец. Ну, образец у меня в Инстаграме, он есть ссылка. Да, у многих есть вот. Да, это просто Google. Да, это Google форма, да. Я напишу свой Инстаграм потом. Вот, тоже интересно, как ты работала до открытия, и как получилась стать мастером продаж до открытия Европы? Да, ну, конечно, вот мастером продаж мне удалось стать благодаря тому, что я гражданка Казахстана, и у меня кабинет был сделан на российском сайте. То есть я видела эти выплаты, я видела эти шаги, и у меня были люди некоторые тоже из тех стран. Вот, плюс к тому же, конечно, основная часть моей структуры это были покупатели. Ну, как Владимир сказал, что так и должно быть. Основная часть должны быть покупатели. Поэтому я изначально вообще не переживала на эту тему. Где-то через полгода я уже начала задуматься, почему у меня нету партнеров, которые бы работали. Мне было бы легче. Вот, и, в общем-то, основная масса это были покупатели, это были заказы, которые мы как-то вот тоже подсобрали и в этот период. Но вот эти 15 дней у меня, конечно, вот очень так прошли интенсивно, очень насыщенно. Почему? Потому что, во-первых, нужно было организовывать все эти заказы и, ну, понимаете, у нас же нет магазина, да? Если это люди с Чехии, которые заказывают, или с Германии, они пишут тебе заказ, а этот заказ ты проводишь сам. Ты его сам оформляешь, все это, потом это растаможка, все это, все вместе. И на это как бы полдня как бы работаешь на то, чтобы общаться, собирать заказы, потом еще полдня все это оформляешь, потом еще пару часов ночи еще растамаживаешь, если где-то идет посылка. То есть вот это вот добавляло определенную нагрузку. Ну, очень было классно, интересно, так захватывающе стоило сделать это, да. А вот еще спрашивали, как развить свою структуру на весь мир, да? Хороший вопрос. Ну, я не знаю, мне кажется, сейчас такая глобализация, что всегда есть у кого-то, кто живет в другой стране. То есть если вы начинаете со своих знакомых в список, да, или контактировали, ну, из этих знакомых у кого-то есть кто-то где-то, да, и так далее. И это одно. Второй момент, это можно напрямую выходить на, скажем, в Инстаграме, прям задавать, не знаю, русскоговорящие в Америке, да, или русскоговорящие в Японии. Выходите на них, пишете, представляетесь, даете информацию, и все. В принципе, очень хороший способ через Фейсбук, Инстаграм. То есть ты рекомендуешь именно с нашими, да, общаться с русскоговорящими? Это я для тех, кто, да, кто русскоговорящий. Если касается на иностранном языке, ну, здесь уже нужно, конечно, следует и владеть языком, потому что любой вопрос, как бы моментально, я вам пример приведу. Вот мне написала чешка одна месяца два назад, и она говорит, ей ее контактировал кто-то из Америки, да, и сказал, вот есть такая компания. Он ее, видимо, как-то нашел, что у нас в сетевом тоже. У нас такая LR-компания в Чехии была или есть. Вот, и она нашла меня через Инстаграм. Она просто задала Атоми Прага, я ей сразу вышла. И она говорит, я бы предпочла работать на своем языке. Я, говорит, не хотела бы с ним работать, а хотела бы вот с вами, потому что на своем языке, да, работать. И вот если бы я не знала чешский достаточно хорошо, я бы не смогла и вообще объяснить ничего, просто не из маркетинга, ничего. Ну, поэтому, если контактируете англоговорящих, немецкоговорящих, нужно именно самой себе перед этим рассказать все, что то же самое, что ты бы на русском рассказал. Просто самому себе взять и рассказать, сможешь ты, если нет, то проработать это и так далее. Ну, могут возникнуть какие-то вопросы просто неожиданные. Это как это, шутка про эти разговорники-то. Берешь разговорник, едешь в Грецию, открываешь, спрашиваешь, а потом тебе раз и ответили. Ты понять-то не можешь. Ну, точно так же, нужно очень хорошо владеть языком, чтобы именно контактировать на другом языке. Они-то тебя спросят, а потом что? Будет не так легко. Расскажи, вот как вообще Чехия относится к Атоме? Вот эта женщина зарегистрировалась, она как бизнес или как больше потребитель? Они все очень осторожные, они все присматривают, следят, лайкают, ставят какие-то, если я спрашиваю, там, вы хотели бы узнать больше об этом, да или нет, да, ставят. Недавно я запустила в Инстаграм такую сториз, у меня же чешский и русскоговорящий аккаунт, поэтому на чешском я больше там работаю, там больше людей у меня. Там я запустила, что приглашаю к сотрудничеству косметологов, да, и вам это интересно. И вот ответ я поставила, да, напишите мне или нет, я присматриваюсь. Вот этих нет, я присматриваюсь было намного больше, даже, по-моему, ноль было тех, кто, да, контактируйте меня. И очень много было тех, кто я к вам присматриваюсь. То есть они очень осторожные, они не идут сразу на контакт, не раскрываются, вот так как-то нужно подход находить. В основном это покупатели, так скажем. В Чехии хорошо идут, вот будут работать хорошо Чехии те, у которых мировоззрение широкое, которые побывали за границей, которые владеют английским языком. Это в любой стране, я думаю, немцы также. Те, которые владеют английским языком, бывали в разных странах, у них не будет зацикленность вот это на своем языке, на своей стране. И они будут открыты и к нам, к нашему акценту где-то, да, будут скидку делать и к этой информации, к новой. Но вообще в корейской косметике отношения с ног сшибателями. Очень любят, многие даже еще не пробовали, пишут, я по комментариям сужу. Очень бы хотели попробовать, прям радостные такие, когда им что-то даешь попробовать. Любят, а том, им очень нравится всем продукция, но они вот еще не могут понять вообще, в чем смысл здесь. Как-то вот нам надо это раскрутить, да, побольше информации начнешь, чтобы давать. Да, здорово было бы, да. Заняться, да. На чешском языке. А есть у тебя YouTube-канал? У меня YouTube-канал, я начала, но у меня там только так одно видео я закинула, мне нужно его начать развивать, потому что у меня времени не хватало немножко. Все упирается во время. Но я думаю, надо все-таки YouTube не осваивать, потому что в Чехии намного больше, как вот Наталью я слышала тоже, она говорила, Facebook больше в Германии, так и вот у нас тоже Facebook это больше всего. Инстаграм это в основном 20-30 лет вот такие, ну а что 20 лет, они еще, ну в основном по моему опыту. Им все равно, что бесплатно пробовать. Один раз, ну как-то я начала работу с блогерами, я им писала, давайте я вам дам продукцию на пробу бесплатно, да, а вы мне там сделайте освещение. И вот несколько мамочек получили от меня продукцию, и тут же мой весь директ завалили другие мамочки, которые за ними следят. Я думаю, блин, сейчас 20 человек, я отправлю продукцию, это же на сколько будет, на какую сумму, а какой будет результат, если они все друг друга следят, они вот как круг у них такой, да, они все друг для друга, это же самое будут показывать. И я потом стала, передумала я с ними работать, уже начала другие какие-то контакты выходить. Тут вопрос покупателей, это понятно, а что означает партнер? Это тот, кого вы зарегистрировали, и кто-то также занимается продажами? Ну да, мы обычно говорим партнер, он кто вот именно на бизнес, бизнесом занимается здесь, не только как покупатель, да, потребляет продукт. А скажи вот вообще, как Атоми, как бизнес интересен в Европе, вот особенно, наверное, кто приезжим, да, кто ищет разные источники дохода, как они относятся к этому бизнесу, как работают активно, неактивно? Ну, у меня подозрение, что все-таки не будет сначала такой активности большой, как в наших странах, потому что в наших странах другие зарплаты и другие цели у людей, может быть. Вот у чехов, если конкретно возьму, да, им достаточно, если у них есть вот это вот, там работает, например, продавщица, получает тысячу долларов она, свою зарплату, вот ей этого достаточно, она не будет рвать и метать, как мы, вот эти квантовые скачки, еще что-то. Вот им вообще не надо вот это, их лишь бы никто не трогал, вот чаще всего чехи это лишь бы не трогали их. Но среди них есть, опять же говорю, есть те, которые вот как зажигалочки, да, это такие редкие огонечки. Поэтому, может быть, у меня в команде до сих пор больше всего русскоговорящих, потому что мы более темпераментные, мы вот эмоциональные, у нас есть цели, мы вот это, они как-то, ну, есть и все, вот у него есть эти шорты, он и пошел в этих шлепках и шортах на улице. Девчонки ходят, вот в основном даже мало кто, бывает, что и макияж, и все, а у нас всегда во всех случаях жизни там красиво, можно всегда нашу девушку увидеть издалека. Мы не всегда первое время говорили, о, вы, наверное, из Украины или из России. Я говорю, нет, вы ошиблись, я из Казахстана. Почему-то всегда так спрашивали. Ну, да, у нас такой, ну, у нас бизнес такой долгосрочный, да, чтобы и пенсия была, ну, все себе позволяешь и потом детям передать бизнес. Видимо, в развитых странах так сильно не переживают, да, насчет пенсии. Хотя она у них небольшая, я вам скажу, у них пенсия, минимальная в Чехии пенсия, это примерно, мне кажется, если я не ошибаюсь, 250 долларов. Вот примерно так. То есть это не так много, на самом деле. Ну, просто из-за того, что у них государство где-то помогает, ну, вот они живут себе, ну, и достаточно. То есть комфортно, да? Ну, то есть все устраивает. Кстати, да, когда мы были в Тур успехов Корея, с нами была вот российская делегация и канадская делегация. И они рассказывали, что им сложно кого-то зарегистрировать в Канаде. Потому что вот как раз людям комфортно, они не хотят еще экстра какое-то усилие прилагать, чтобы там через несколько лет выйти на стабильный доход в 10 тысяч долларов. Поэтому интересно очень этот момент. Нужно искать, да, вот именно тех зажигалок. Ну, кстати, я расскажу один случай. Недавно мне звонила женщина-чешка, меня так удивило. О, да, у меня немножко... Звонила женщина-чешка. Представляете, она, оказывается, уже 10 лет знает о Томи. 10 лет. И она не знала, что в Европе открываются. Ее вышестоящие спонсоры ее не предупредили даже. Но она говорит, они ей скорее посылали что-то. Она говорит, на плохом английском разговаривает. Но, говорит, регистрироваться она спрашивала, как правильно делать дистрибьюторство. Я ей подсказала, конечно, но потом сказала, что, вы знаете, у нас вот... Вообще, у меня я... Мне кажется, я не ошибусь, если скажу, что у меня самая крупная команда в Чехии. Вот, у нас мы называемся Мегатим. Мы выбрали такое название, потому что он с разных стран. Вот, и наш Мегатим, вот такой самый, мне кажется, крупный. У нас все очень уже отлажено. И у нас и свои листочки мы сделали такие красивые. Визиточки и пробники. В общем, все мы так уже организовали. Все поставки продукции. У нас был один складик такой небольшой с продукцией. Сейчас уже их два становится. Не храним слишком много. В основном все на заказ. Но всегда есть что-то в наличии. То есть мы... Я вообще сама так вот люблю прям полностью помощь оказать партнерам, чтобы им все было комфортно. Вот вам вот пробники. Вот вам даже бутылочки куплю. Я вам дам эти бутылочки для пробников. Пожалуйста, работайте, девчонки, только. Вот просто все комфортно. Я ей тоже сказала, вы знаете, у нас все настолько уже организовано. Может быть, вы захотите, если обратитесь, я вам с удовольствием помогу. И она говорит, нет, вот мне 61 год. Я останусь верной этой женщине, которая меня познакомила. Представляете, 10 лет назад. И она говорит, вот... Она, конечно, меня не предупредила, что в Европе уже открылась. Но я вот под нее зарегистрируюсь. Но если я увижу, что мне не устраивает, я приду к вам. Я говорю, вы знаете, я ни в коем случае не хочу вас к себе. Я просто хочу вас предупредить, что в Атоме это командная работа. Это действительно 100% нужно понимать, что без помощи вышестоящих и без поддержки своей команды нереально достичь чего-то. Именно должна быть именно слаженная такая работа общая. Это очень важно. Поэтому, да, я считаю, что все-таки команда это очень много значит. Так, и вот как открылась Европа, склад в Голландии, да, в Лондоне? А легче стало работать? Это мы вам скажем, наверное, через месяц. Потому что заказы, которые мы сделали 28 июля, мы еще ждем. У нас девчонки не получили. Но душевно, эмоционально, да. Упала свеча, потому что можно спокойно дать ссылку. Вот вам, пожалуйста, вот вам в Европе. И как бы уже прям крылья выросли другие совсем дополнительные. Там какие-то четвертые, наверное. Вообще я хочу сказать, хочется как-то, чтобы на нашем, на этом чешском языке тоже, на языках Европы, чтобы что-то придумали. Я бы очень хотела. Потому что вам скажет любой человек с Европы, с Италии, не знаю, с Испании или с Франции, что люди в Европе, вот эти страны все небольшие, они предпочитают информацию на своем языке. Им чуждая информация на английском. Им заказ трудно делать. Вот чехам очень много. Я не представляю, женщина вот 55-60 лет, да, которая вот, она уже не знает она этот английский язык. Как она закажет там? Ну, может быть, если переводчик, переводчик включаешь, опять же, заказ там может не пройти, потому что что-то там сделали в сайте, такой движок, что не совсем, как бы, оно принимает, да, этот перевод. Вот, поэтому я, вот будет у нас с Руби, когда этот вот Zoom, да, я думаю, девчонки тоже подсоединятся. И многие скажут о том, что давайте как-то придумывать, чтобы на языках Европы было тоже. Это бы нам очень-очень помогло просто. Ну, следующий склад в Европе, это Германия, да, открывается? И ты думаешь, какой следующий склад, какая страна в Европе? Я бы очень хотела, чтобы в Чехии открылась. Вообще, действительно, вы знаете, я когда узнала, что вот какая компания из Greenway, да, что у них европейский склад именно в Чехии, потому что действительно здесь из таможни легче вопрос решить. И она, как бы, центр это европейскому расположению в центре находится. И, в общем-то, как бы, это было бы очень хорошо и логично, потому что вот даже если бы сейчас вперед открылось что-то, вот эта доставка Global, Atomi Global, да, мы бы так хотели, чтобы именно и для Чехии тоже уже сделали. Почему-то ее не делают пока. Потому что вот все БАДы, которые доступны в Германию для заказа, у меня девчонки заказывать побаиваются, потому что боятся не получить. А в Чехии абсолютно спокойно, мы получаем все, вот все. С проблемой. Главное, это правильно оформить, это правильно декларировать и расписать. Они любят, чтобы там было подробно расписано. Если это животного происхождения, опять же, да, например, там, вот, спрей прополис, они контактируют, звонят мне, я объясняю, что там, там, три штуки, там, столько-то миллилитров коллагена, если это рыбе, тоже не спрашивают, что там от рыбы и вообще. Вот, но все можно решить. Вот, я очень довольна с тем, что, как бы, мы это все отладили в свое время. Месяца два ушло на это, средства ушли, время ушло, но я очень рада, что вот у нас удалось так наладить все это дело. Так, особенности работы в Чехии, какие бы ты назвала, и по продукции, и по бизнесу? Ну, на данный момент это больше косметика, если по продукции, декоративка больше, я сказала, патчи. Патчи, патчи готовы съедать коробками. Кстати, в Турции тоже заказывают их постоянно. И Аделику тоже, ну, очень хорошо заходит. Да, именно, вот, видимо, компания спланировала, чтобы вышла новая декоративная косметика, которая вот просто всем любится в эту Аделику. Аделика шикарная, действительно. Ну, и потом это уход, если по уходу, это очень часто, очень часто это чувствительная кожа. Очень многих чувствительная кожа. Очень часто это выпадение волос. Вот, не знаю, с чем это связано у них. Может, вода или что. Вот, а по БАДам, по БАДам, ну, не так уж. Пользу наш, наш покупает тот, кто... Вот Наталья тоже говорила, что БАДы, как бы они, ну, особенно детям, да, не дают? Витамин и детям, как бы, так сранее, не выписывают. Ну, я бы так сказала, если будет перевод, если будет перевод на коробочке на европейские языки, то это будет уже намного легче. А если это на корейском, то мало ли, что там подмешали, это же наш ребенок, мы не можем ему давать, что попало. Ну, доверия нету, да, такого особо, действительно. Даже есть там сферикаты, да? Витамины покупают, в общем, витамины покупают, в аптеках очень много продается, покупаются все это, но вот у нас пока еще надо над этим работать, я бы сказала. Есть над чем работать всегда, да. Это не трудность, это, наоборот, такой, как бы, стимул, ниша наша. Твоя команда заказывает откуда продукцию в основном? С какого сайта? По-разному. Мы заказывали и с России, и заказывали и с Кореи. С России дольше шло, где-то месяц, скажем так, и нам помогал в этом офис в Москве, Марина Ли нам помогала в этом, вот, за что я ей очень благодарна, конечно. Марина молодец, самый, как бы, самый такой, это, центр номер один по товарообороту. Да, да, она молодец, она все организовала так, что у нее девочки есть, которые прям отдельно нашими посылками занимаются, отдельный чат у нас, и так далее, вот, а, ну, и с Кореи тоже, да. Организация в работе, да, очень важна? Вы там и успех. Да. Ну что? Так, был вопрос еще. У меня дело в том, что есть с моей структурой человек из Кореи, корейца, да, вот, который нам с Кореи как раз помогает все это организовывать. Так, пишет, что звук у кого-то. Звук? Ну, звук выплачу. Так, а, и хотела спросить, вот, как ты оказалась в Ташкенте? Скажи, пожалуйста. Да, это очень интересно. Вообще, вот я говорила, да, у нас из разных стран команда, и, можно сказать, 30-40% структуры у нас это как раз из Узбекистана. Здесь много очень партнеров, которые меня ждали, чтобы с ними поработали. Они как бы очень готовы как бы работать и очень ждали, ждали, когда приедут к лидерам. У нас была одна встреча с лидерами, это в мае. К счастью, у наших, вот у Жанна Эджанова, Фатима, у них удалось, как бы получилось приехать в Ташкент, поработать с нашими людьми, но как бы с моими людьми, да, у меня самой не получилось. А сейчас вот я как раз таки приехала в том числе и поработать с людьми со своими собственными, с нашей командой, и мы планируем поездить по городам, потому что здесь опять же та же тема, как я говорила, это наши страны, где у людей некоторых есть 200 долларов зарплата. Ну, то есть в Чехии такой зарплаты вообще, я не знаю, не найдешь. А здесь есть люди с такой зарплатой, они действительно будут готовы работать. А что может быть приятнее, чем люди, которые готовы работать? Вот, поэтому они ждали, и мы приехали. Вот, поэтому, думаю, здесь у нас будет тоже очень большая команда, и мы сюда уже будем звать Владимира, он обещал к нам сюда приехать. И опять же Жанна. Строим здесь семинар хорошенький. Да, вообще в этом тоже успех, да, ездить к партнерам, поддерживать их. Да, это очень важно. Личные встречи, конечно, они много дают. Вообще есть такие люди, которые вообще, очень сложно им работать через интернет и онлайн. Им нужно прямо вот глаза в глаза. Прям много раз объясняешь, человек не понимает, как только встретишься лично, как будто вот прям все понял. Психологически просто другие люди, да, бывают. Поэтому, да, нужно действительно ездить и встречаться. Это очень хорошо, полезно для развития. Ездить тоже, да, это заявка на увеличение ранга. Желают себе бриллиантового мастера закрыть в этом году. Вообще есть такой план, да? План есть на ноябрь, да. На ноябрь мы планируем, нужно девочек подтянуть, чтобы мастера вышли у нас. Но уже я так рада, уже у нас есть команда, уже есть люди, да, которые планируют. Привет из Ташкента. Да, у нас Узбекистан в следующем году открывается. Очень ждем. Да, ну, с доставками в Ташкент намного сложнее, чем с доставками в Чехию. Дороже и чуть труднее, да. Ну, вот я для этого и приехала сюда, чтобы это организовать. Потому что девочки, которые моя команда в Праге, они сначала не хотим отпускать. Ну, как ты уедешь? Мы все тут засохнем, мы не сможем работать. Но понемножку, понемножку сейчас у них, я думаю, наладится все очень хорошо. Потому что я им сказала, девочки, я вам все здесь организовала. У вас филиал открылся, все, мне нужно ехать туда теперь. А здесь у нас как бы родственники, мужи, родители. И в то же время как бы мы отдыхаем, в то же время мы и работаем. И тем более у меня моя работа, я до сих пор работаю. У меня основная работа все равно IT остается, я удаленно работаю. Вот, поэтому все-все совмещаем мы. Для твоей команды в Чехии тоже очень классно. Это зона роста. Становится более самостоятельная. Сами становятся лидерами. Классно. Да, вот слышите, да, кто там у меня подключен? Это ваш рост. Спасибо большое, Юля. Было очень приятно пообщаться. Вот так вот очень тепло. Взаимно. Много узнали о тебе. Много полезной информации было. Думаю, что последнее, что я тебя попрошу, сказать пожелания тем, кто только начинает, тем, кто не знает, как работать с Европой, как же мне там распространить свои веточки туда. Что бы ты пожелала? Ну, я бы посоветовала. Знаете, дарите подарки. Вот дарите подарки, с этого легче всего начать. Вот у вас есть ли знакомые, вы отправьте какой-то подарочек, да? Человек, когда попробует, он там захочет дальше узнать и дальше больше. Потому что, ну, как бы продукция, это у нас наш козырь, наша основа. Вот, поэтому... И не бойтесь контактировать, потому что все люди разные. Никогда не знаешь, на кого ты в следующий раз, как бы с кем ты познакомишься. Потому что один может сказать нет, а другой скажет, дорогой, я тебя всю жизнь ждал. Я девочкам все время говорю, у вас за спиной колмар. Это огромный, просто стабильнейший завод, который, ну, такой вот он гигант, да? У вас за спиной этот колмар стоит, у вас продукция на руках, которая премиум класса. Вам стесняться абсолютно нечего, и вы даете возможность другим познакомиться с этой продукцией, как дающий, да, с позиции дающего. И всегда знайте, что всегда у вас есть человек, найдется человек, который скажет, я тебя ждал всю жизнь. Вот я всю жизнь искал такой бизнес, или я вот просто уже 5-10 лет ищу вот такую продукцию. Вот такие люди встречаются, и такие люди нам дают мотивацию. И я желаю всем, чтобы таких людей у вас было очень-очень много, которые именно вас ждали, и вот прям вот так зажгутся, и вы от них тоже зажгетесь. Ну, будьте огнем и зажигайте других. Вот так скажем. Супер, пожелаю. Юля наш герой, первопроходец Юля Молочинка. Очень интересная встреча. Спасибо, Юля, за вашу историю, за ваш опыт. Супер. Пожалуйста, я очень рада, если кому-то было интересно, полезно. Запись сохранена. Всем успехов, всем удачи. Пока. Всем пока. Хорошего вечера. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok